Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в нашей программе для того, чтобы мы еще размышляли над тем, где мы оставили Анну с ее желанием получить ребенка. Говоря о ребенке и женщине, я не имею в виду, что мы только этой сферой ограничены, когда мы о чем-то молимся и просим, и не получаем ответа на какие-то для нас очень важные вопросы. Рождение ребенка – это может быть как физически, так и образно. То есть рождение чего-то нового, мечта, о которой мы, может быть, уже говорили с Богом не один раз, в своем сердце ее прописывали, а может быть, просто какие-то очертания только имеем, но все равно нет еще результата. В любом случае, как бы это не выглядело для вас, мы хотим увидеть механизм, который может сработать на сто процентов, как Божий результат в нашу жизнь. И более того, все, что от Бога исходит, как желание на этой земле проявить нечто неординарное, то оно потребует новой цены, оно потребует новых взаимоотношений с Богом. Вот о чем основное послание было в предыдущей также нашей программы. И поэтому сегодня, говоря про Анну, она стоит молиться, и она дает обет и говорит, бритва не коснется его головы. Это, я думаю, уже вы помните, идет речь о Назарействе. То есть она его посвящает и предлагает Богу на это тоже обратить внимание. И Господь реагирует. Но тут еще посмотрим некоторое состояние вокруг Анны. «Между тем, как она долго молилась перед Господом, Ильей смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильей счел ее пьяную». Очень странная картина взгляда священника на молящуюся женщину. Но есть причина, почему он так подумал. Знаете, я хочу сказать, друзья, когда мы взвешиваем другого человека, незнакомого нам, когда мы имеем какой-то опыт наших взаимоотношений и молитвенных в том числе, у нас в нашем современном обществе есть свой взгляд на молитву. Особенно, когда православие имеет такие корни в нашей стране, то молитва в этом формате христианства имеет свои определенные рамки, в которых двигается уже много столетий, много десятилетий православная церковь. То есть есть какие-то каноны, так можно сказать, молитвенные внутри конфессий. И в данном случае у Ильи тоже был определенный взгляд на молитву, как надо молиться, какие надо произносить слова. И вдруг здесь он вообще слов не слышит, а уста как-то шевелятся. О чем это говорит? Прежде всего, это говорит о глубине боли, которая есть в сердце. И сейчас это сердце изливается перед Богом, а Бог слышит сердце. Он слышит голос, идущий изнутри сердца. Скорее наоборот, когда люди формально произносят и оказываются вроде бы в рамках, оказываются в формате, но не прикладывают сердце, то это молитва фарисея. Это молитва, которая может быть до потолка. А в данном случае это голос, идущий из сердца. Я хочу, чтобы мы сейчас из этой ситуации извлекли для себя пример молитвенной жизни. Как много, как глубоко и как часто происходят такие молитвы и такой диалог в твоей жизни с Богом. И не крик голоса, хотя эмоционально тоже может присутствовать, если мы говорим о разных минутах, о разных возможностях. Но сейчас я обращаю внимание на сердечную составляющую. Поэтому все, о чем ты разговариваешь с Богом, говори сердцем. Уста твои могут это озвучить или не до конца, но говори сердцем. В данном случае нельзя сказать, что она вообще не говорила устами, но это было так тихо, что священник не слышал. Уста ее только шевелились, но значит, все-таки она озвучивала. Но суть в том, что это было в сердце. И здесь я не случайно делаю этот акцент, потому что некоторые говорят, я молюсь про себя. Нет, друзья, сердце и выражение в устах, пусть даже не громкое, но это сфокусированность всего человеческого естества на ту цель, о которой ты сейчас говоришь с Богом. Поэтому молитвенная жизнь пусть в нашей практике станет действительно сердечной. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас есть сегодня такая необходимость. Просить тебя, чтобы ты научил молиться. Молиться сердцем, молиться духом, молиться глубиной своего естества. И пусть все, что есть в нашем теле, как возможность выразить тебе эту боль сердца или жажду сердца или ожидания, пусть все это будет устами зафиксировано. В духовном мире пусть оно будет пред лицом твоим, как записанная страница, на которую небо поставит свою печать. И я благодарю тебя, что каждая молитва, которая идет из такого содержания, из такого источника сердца, бьющегося в жажде по тебе, в ожидании ответа. Такие молитвы не могут оказаться неотвеченными. И я благодарю тебя, что чудеса ответов к нам приближаются. И мы принимаем их на каждую ситуацию нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»